Доброе утро, мои дорогие! Доброе субботнее утро! Хороший денечек, наверное, будет. Саша с папой встали. Мама спит. Пошли кофе варить. И Сашку кормить. Что-то я сегодня полночи не спала. Уснуть не могла. Да, бывают такие дни. В голову лезет всякое. Не хочу я говорить, а то вы не знаете. Я думаю, что в нашей четвертой молодости в основном, наверное, плохо спят люди. Это в молодости так, только до подушки. А тут то одно, то другое. Я и плакала. И вставала. На улицу ходила. Ну, все-таки, наверное, часа три, наверное, уснула. Вишня-то прям. О, она как. Вчера с Татьяной Валерьевной разговаривала с подругой своей. Она говорит, смотри, как здорово. Отпилили. И вон прям, вон видите, где тачка стоит. Прям целый, открылась целый участок. У меня и так-то дефицит земли. А тут все это закрывалось. Там ничего не росло. Вот. Даже дрова. Теперь это надо облагораживать. И тут еще вот надо пилить. Там сзади сухая ветка огромная. И вот сама вот эта, где вишня висит, она тоже никудышная. Вообще, конечно, дерево очень старое, больное. Все какое-то. Но мы там купили черешенку. Молоденькую, маленькую. Надо ее посадить будет. Так, ну ладно. Надо день начинать. Ой, с добрым утром. Ой, все забываю. Меня Галина спрашивала, а как я делала вот эту полку-вешалку для полотенца. Отвечаю. Галочка моя дорогая. Это просто старый стул. Я его отпилила. Оставила спинку. И на уголки подвесила. Кстати, надо покрасить. Он такой страшный стал. Вот и все. И полочка, и вешалка. Ну, я же не люблю выбрасывать вещи на помойку. Стараюсь как-то вторую жизнь дать. Ну, что, вот висит и висит. А я вчера вечером начала делать янтарное украшение. Ну, вот пока не знаю, что это будет. Просто длинное украшение или сатуар. Не знаю. Ну, только начала. Пока все соберешь, подберешь, начнешь делать уже ночь. Так что, пособирала все янтарики. Ну, сделаем, посмотрим. Ох, какую стрелку дает цветок. А этот черный еще побольше. Такой интересный цвет у него. И богомол на листике сидит. Ой, их просто сейчас миллион по двору скачут на каждом листочке. И ведь вырастут быстро, будут огромные. Вон, как куст-то зацвел. Ой, тут все обрезать надо. Все надо обрезать. Уже все отцвело. Сашка поросенок ходит, ломает верхушки у цветов. Какой-то ребенок давит улиток, божьих коровок. Не знаю. Может, это такой возраст, а может, это какие-то наклонности. Подожди, я не буду. Саш, копчик. Все. Все. Ой. Ой. Получил. Вот так. Вот так. Зеркала поехали в сарай. Я тут питаю, Ваня. Питаю. Дороги. Понятно, больше нету. Намотал, посмотрите, сколько скотча строительного. Труженик-то наш, а? Папа говорит, больше нету. Все кончилось? Все размотал. Ты мой хороший. Больше нету. А вот рабский труд. Не рабский, платный. Платный. Ну, платный. Силу больше силы. Да, платный это другое дело. А даже делок делок. Делок, делок. Да. Поехали в магазин. Опять застроим карьерами. Сегодня жарко. Ау! А я о Танюшке сказала. Сигарет мне купил. Неохота никуда ехать. Такой жар. Бедные. В Москве, в Питере, во всех городах, где жара. Как я вас понимаю. Вон, смотрите. Ой, все сохнет. Я все никак не могу разобраться в сарае, потому что каждая разборка у меня слезами заканчивается. И все. У меня волосики и горки рыженького моего. Акарика. Макара рисунки. Все в детстве. А мальчику уже 18 лет. Бабушка все собирала. Ну, так как они... Я с ними в основном сидела, и поэтому... Рисовали они у меня. Костя, все. Выкинут. Как я это выкину? Как? Я не могу это выкинуть. Надо все как-то... Алинка так любила пташечек всяких рисовать. О, два года вон. Рисовала. Всякие поделочки. Это в Болгарии. Такие фотографии очень любят делать. Она так не любила эти фотографии. Ей не нравились они. Все цыпляточки. Все маленькие. Это уже большая. Конкурс рисунков на асфальте. Я вижу мир. Маленькая какая смешная. Она маленькая была. На мальчика похоже. А это друг ее. А это они с Костей и с бабушкой с моей. Царство и небесное. Моя любимая бабушка была Клавдия Александрова. Ни дня без строчки. Восемьдесят пять лет она умерла от рака. И не шила, когда уже просто. Ну, уже вот в конце. А так шила всегда. Людям наволочки. Ну, в те времена-то. И вот это наволочки. Петли обметывала. И по пятьдесят копеек брала за наволочку. Я прям помню. Поддеяльники. Да все. Трусы шила. Господи. Ну, в советские-то времена. Да. Это Костины рисунки. Вот. Костя хорошо очень учился. Легкая атлетика. Лагерь «Север» награждает. Активист массовый лыжный. Короче говоря. А это его рисунок. Это ему было три года. Ну, и это, наверное, примерно в то же время. Ну, это уже большой, понятно. Вот как вот это, куда это выбросить? Я не могу. Школа номер 17. Мурманская. Может, кто-то узнает учителей своих. Мурманские девочки. Ну, меня вряд ли смотрят в таком возрасте. Может быть, дети учились у них. А это мой комсомольский билет. Ой, Господи. 50 лет назад. А, Володька Гук. Ну, это уже не в школе. Это я уже училась. А это является народным дружинником. Ой, как меня в 90-е уговаривали продать. В Норвегию, в Германию. Всякие вот эти документы. А это я в Финляндии. Да уж тоже больше 10, наверное, лет назад. А может, я меньше уже не помню. Я так любила фимские дома вообще вот с этими печками деревянными. Мне так там нравилось. Ой, в доме что деться. Дырка. Дырка организовалась. На улицу печку снял. Печка. Печку. И тут дырка. Разгром. Если то был погром, теперь разгром. Упс. Ужас. Пошмар. Мои с моря приехали. Парни теперь прям занимаются с велосипедом. Крутят и крутят. И все чего-то это. А вот так. Попробуйте с мамоной. Есть, хочешь? У него тут работа в самом разгаре. О, как высоко. Ага. О, и театр. Ага. А что ты на нем все равно не катаешься? Видишь, что тут? А тут крутится и крутится. Она крутится, крутится. Да. Кладет бумажечку. Ой. Упала. Упала. Вот дети. Вот так. Деньги? Деньги. Деньги. Кладет кататься. Ага. Тут маме деда. Манучка. Вот так вот. Ребенок делом занят. Я включу. Чем бы дитя не тешилось. Он видите как? Я включил. Включил. Вот так. Сейчас выключу. Вот так вот. Мам. Чего бы понимал, Господи. Три года. Чего-то включает, крутит, выключает. А что это не включается? Чего? Сломался? Да. А что внутри сломался? Не знаю, что там у тебя. А, тут у нас есть мастер. Да? Вот так вот. Парень при деле. Посмотри на меня. Вот так вот. Вот так. Черешню кушаешь. Ну что, добрый вечер. Ой, солнышко прячется за тучкой. Ну что, день был хороший. Плодотворный. Все нормально. Чего и вам желаю всем. Жарище какая кругом. Мне вон и с Вологды звонили. И с Кинишмы. И из Москвы. Везде жара. Люди мучаются. Прям особенно, кто в городах живет. Очень тяжко. В Питере такая жара. Ну, у нас жарковато тоже, но ничего. Терпимо. У меня 30 на градусники днем. Уходим просто. В жару я не хожу на улицу. Стараюсь дома. Сашу спать укладывать, чтобы не бегал по жаре. Вот так терпимо. А вечером так вообще красота. Умылся? Магазин собрался с родителями? Да. Хорошо лицо-то вымыл? Покажи мне. Чего? Вот тут вот грязное. Иди помой. Как следует. Грязное, грязное. Вон еще мусор у насобирала. Выбрасывать. Целый день в каких-то хлопотах, хлопотах, хлопотах. Смотришь раз, уже и вечер. Ну, я думаю, это у всех, наверное, в таком возрасте время так пролетает. Ладно, ночью отдохнем. Давайте, мои дорогие. Хорошего вам вечера, спокойной ночи. Пусть все будет хорошо. Не болейте, пожалуйста. Я прям так переживаю. И Витя болеет. И Оля, жена его, болеет. Прям вот. И мы с ними общались же. Я переживаю. В общем. Ну, надеюсь, обойдется. А щеки все равно грязные. Ну, ладно, ладно уже. Ой, смешной. Смешной парень у нас. Ладно, мои дорогие. Давайте, до завтра. Все, до завтра. Вот, видите. Скажи пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok